Отличие от работающей формы. Это северный олень. Попытались его увеличить. Пользовательный северный олень тоже могло быть. Во всяком случае, ездить на нем верхом могут только местные жители, которые телосложением и ростом близки к подросткам. Большой белый брат, конечно, на нем тоже поедет, но олень пойдет очень шаговым олером и... Спинка сломается. Нет, ну, сломается и сломается, если аккуратно обращаться, но об армейских скоростях и масштабах движения речь все тоже не совсем идет. На нартов другое дело, а нартов сейчас с каром. Так вот, пытались северных олень улучшить скрещивание, гибридизация с последующим воспитанием методами мичуринской биологии. Не улучшаются собаки, не скрещиваются. Теперь, опять-таки, ясно, хромосомная несовместимость. Северный олень, ты столь же далекий, родственник всех остальных оленьей. Ни с осем, ни с карибом, ни с пятнистым оленем, ни черта не вышла. С пятнистым оленем не бежит смысл, он меньше северного. Но тогда, в отчаянии, искали массу входных путей, как и с зеброй. Единственный раз получилось, правда, не с северным оленем, а якобы с осем. Ну, диверсант, забравшийся на окраине Аскания Новосмошным биноклем, полностью уверился, что такой гибрид получен. Это был гибрид завозного в обите с местным моралом. Получился колоссальный зверь. Ну, это все под виды, правда, удаленные одного бога родного оленя. Получился колоссальный зверь ростом с среднего ося и, как ни странно, с разобаченными рогами. Он тоже довольно долго жил, пережил войну, но это все лишь побочный эффект создания хорошего транспортного зверья на основе оленей. Были, между прочим, как раз в те десятилетия разработаны оленьи-носинки, которая совсем не то, что употреблялась в традиционной оленей упряжи, то есть ни верховой, ни натовой. Это между оленей закреплены на гоблях, вот нечто. Это нечто может быть размером и весом с минометом. Но все-таки трудно осуществимо при имеющихся размерах северного оленя, трудно осуществимо его использование как транспортного зверья. Однако же, заметим, что усилия такие предпринимались. Причем усилия именно по поводу увеличения, как вьючного животного. Наверное, в последнюю очередь не сдал он. Где он хорош? Вот через тайгу, когда надо идти, причем через галейскую тайгу. В этих условиях караван с лошадьми идет со скоростью медленно идущего человека, а оленей-караван со скоростью быстро идущего человека. Лошадь тормозит, а олень наступает на пятки. Ну, куда можно наступать через тайгу? Подумайте, мне Харпинское направление видится. Так или иначе, все-таки это лишь гипотетические наработки, которые были уже ко второй половине 30-х годов. Было ясно, что не получится. Приняли ли на обычных северных нахранениях некие подразделения участия в войне? Да, было это на Карельском фронте, это было в 44-м году. Как раз минометы на них возили, ну и все положенные военные грузы. Они стали для, забыл, для какой из немецких армий, достаточно неприятным дополнением к нашему общему армейскому наступлению. Конечно, даже будучи большим сторонником северных оленей, я бы не стал утверждать, что они сыграли там решающую роль. Но это то, что было использовано готовое. То есть имеющийся рост северных оленей, имеющийся системы имиуправления и система транспорта, как НАТО. То...